Здравствуйте, дорогие друзья, кто ждет наш эфир. Мы сейчас ждем, когда начнут присоединяться. Здравствуйте всем! Ждем несколько минут, когда все присоединятся. Сегодня у нас эфир с вами очень насыщенный. Мы говорим о технологиях, которые мы применяем в нашей мастерской при изготовлении купальников для художественной гимнастики. Мы поговорим обо всех стадиях, которые мы проходим во время изготовления купальника. Я не очень уверена, что мы успеем все обсудить. Если мы сегодня не успеем, не уложимся в час, то я сделаю еще один эфир, продолжение этого в среду на следующей неделе в это же самое время. Я надеюсь, всем это время удобно. Кроме того, всегда можно посмотреть эфир в записи. Этот эфир мы сохраним. И сейчас я тоже веду параллельно запись на видео, чтобы качество было получше. которое можно будет посмотреть на нашем канале в YouTube. Желательно, если вам что-то непонятно, то есть я буду рассказывать одну стадию. Допустим, сначала мы поговорим про конструкцию изделия, про построение. Если у вас по ходу возникают какие-то вопросы, задавайте. Я постараюсь на них ответить. Не уверена, что вот прям все-все-все расскажу, но постараюсь. И не забывайте, это не мастер-класс. Мы здесь говорим вообще в принципе о технологиях. Потому что разные мастера делают все по-разному. Кто-то одну технологию применяет, кто-то другую. Изделия от этого хуже не становятся. Но мы выбираем определенные технологии. Начнем с конструкции. Мы давно уже пользуемся одним и тем же построением, которое мы отрабатываем в процессе работы. То есть у нас работа над конструкцией никогда не останавливается. То есть мы отслеживаем корректировки, которые приходится. Я пытаюсь просто читать комментарии, а мне это не надо делать на самом деле. Мы постоянно работаем над конструкцией изделий, отслеживая корректировки, которые нам приходится вносить после примерок. И, соответственно, стараемся выводить из этого закономерности и вносить это все в конструкцию. Сейчас пока уже набралось достаточно большой такой багаж, который требует уже перезаписки урока по построению купальника. Я сейчас чуть-чуть об этом поговорю. И в ближайшее время мы все-таки сделаем этот урок, перепишем конструкцию. Но она не сильно изменилась. Там есть просто нюансы, которые стоит внести. Значит, прежде всего, что я хочу сказать. Мы не делаем каких-то специальных убавок ни по обхватам, ни по вертикальным измерениям. То есть мы строим конструкцию изделия так, чтобы оно полностью повторяло реальные контуры тела гимнастки. Почему мы так делаем? То есть если вы почитаете любые книги по технологии работы с трикотажными изделиями, вы увидите, что там рекомендуется вносить убавки горизонтальные, там и вертикальные. Дело в чем? У нас, несмотря на то, что высокоэластичные материалы, у нас самая первая задача, которая перед нами стоит, это удобство костюма, чтобы во время выполнения упражнения костюм гимнастике не мешал. Поэтому мы используем эластичность ткани именно на обеспечение вот этого вот удобства. И мы прекрасно знаем, что основная масса наших клиентов это маленькие девочки, которые, к сожалению, очень быстро растут. И очень хочется, чтобы ребенок мог носить купальник дольше. Зависающий интернет, девочки, простите, это не от меня зависит. У нас здесь связь вроде бы достаточно хорошая. Не знаю, может что угодно случаться. Не переживайте. В любом случае, в нормальном качестве записи это можно будет посмотреть на YouTube-канале. Так, значит, прежде всего, откуда взялось наше построение? И хочу всех сразу пригласить на форум Грация. Это достаточно давний ресурс. Как его найти, наберите в Яндексе форум Грация, купальники для художественной гимнастики. Это огромнейший ресурс с огромнейшим багажом информации, где вы можете найти различные технологии, в том числе и мои мастер-классы. Единственное, не в режиме видео, там, конечно, все письменно. Сейчас форум претерпевает большую реорганизацию, большое количество мастеров стараются ее упорядочить, сделать для пользователей более удобным. Поэтому всех приглашаю на этот форум. Он платный, но это условная сумма, да, 100 рублей в месяц. Она разбита на платеж в полгода, 600 рублей. Я не думаю, что это такая большая сумма, чтобы пожадничать ее за такой багаж информации. На форуме Грации присутствуют многие очень опытные мастера с прекрасными изделиями, поэтому не пренебрегайте этим ресурсом, регистрируйтесь там, заходите. Форум Грация. Форум Грация. Ну, просто русскими буквами набирайте. Грация, форум, купальники для художественной гимнастики. Вот. Так. Значит, теперь мы говорим о конструкции. Значит, когда я начинала шить купальники для художественной гимнастики, первое свое построение, которое я сделала, я сделала по Мюллеру. Там снимается огромное количество мерок, ну, и в итоге оказалось, что конструкция настолько далека от идеала, что, ну, как-то стало грустно. Я выкроила базовый купальник с припусками, с большими припусками, сметала их, надела на ребенка и методом наколки посадила купальник на ребенка. Перенесла корректировки на построение и поверх этого построения сделала, выполнила все построения, которые я смогла найти на форуме Грация. И вот одно из построений было наиболее близко к результату по наколке. Это построение по Тавлазе. Девушка Татьяна с ником Тавлазе, ее построение есть на Грация оригинальная. Собственно, послужила отправной точкой для моего построения. Но в процессе работы мы внесли в него достаточно много корректировок, которые смогли адаптировать его именно к тканям с высокой эластичностью. И, соответственно, сейчас это построение нам позволяет делать удаленный пошив практически без ошибок. Если мерки сняты корректны, то в 98% случаев купальник сядет идеально без примерки. Но в нашей мастерской мы стараемся никогда не пренебрегать примерками, потому что никакие мерки вам не дадут полной картины строения человеческого тела. Эластичные материалы, конечно, нам многое прощают и дают возможность не строить так точно конструкцию, как на обычные изделия из обычных тканей, не эластичных. Но в любом случае, примеркой мы стараемся не пренебрегать. Причем даже не настолько... Примерки мы предпочитаем делать даже не настолько из-за посадки изделия, а именно из-за визуальной посадки изделия. Потому что, когда мы, допустим, можем сместить какой-то акцент, визуальный акцент на купальнике на пару сантиметров, и впечатление от купальника изменится кардинально. Поэтому примерки все-таки, если есть возможность, непренебрегаемы. Про убавки еще. Есть несколько убавок, которые заложены в конструкции изделия. Наша конструкция, она уже идет с небольшим запасом на вырост. То есть, получается, если нам нужно посадить изделие прям по фигуре точно, то нужно делать еще дополнительную убавку по длине спины до талии на 2 сантиметра. Собственно, когда мы шьем для девушек, которые уже перестают расти, это рост 160-й выше, мы им делаем уже эту дополнительную убавку. Это все отражено в нашей инструкции, и можно, соответственно, прочитать и построить по существующей инструкции. Значит, теперь, как у нас выглядит конструкция, которую мы строим. Мы строим вручную, строим для каждой девочки отдельно. То есть, у меня нету какого-то базового лекала, который мы подгоняем. Почему мы так делаем? Потому что так сокращается вероятность ошибок. Потому что человек может забыть, где-то внести исправление. Когда ты строишь с нуля по меркам, ты каждую точку ставишь правильно. И всегда визуально видно, правильно построена конструкция купальника или нет. Когда есть достаточно большой опыт, мы просто уже визуально видим, все ли хорошо в построении или нет. Значит, обратите внимание, здесь, чтобы было понятно, то есть, обхват талии, четверть обхвата груди, простите, четверть обхвата груди, четверть обхвата талии и четверть обхвата бедер. То есть, все мерки у нас, горизонтальные мерки, идут без убавок. Единственная убавка, которая у нас заложена в конструкции, это убавка по талии сзади. Как вы видите, здесь один сантиметр с одной стороны, ну и с другой стороны. Получается два сантиметра убавки. Здесь нужно учитывать эластичность сетки, которую мы используем. Значит, мы предпочитаем использовать сетки, у которой по долевой эластичность с коэффициентом приблизительно больше двух, по утку приблизительно, ну где-то, чтобы минимум был 1,4. К сожалению, мы столкнулись с тем, что у одного и того же производителя не выдерживаются одни и те же показатели эластичности сетки. Это очень грустно, и производители нас убеждают в том, что у них технология не изменяется. Если они говорят нам правду, то, значит, их обманывает поставщик комплектующих для производства тканей, потому что мы видим изменение эластичности и очень надеемся сейчас это максимально отслеживать при закупке ткани, потому что очень грустно, когда ты рассчитываешь на высокую эластичность, она оказывается ниже, и изделие просто так долго не носится. Так, значит, про конструкцию дальше. Какая у нас получается еще здесь убавка? По спине мы делаем горизонтальную выточку. Откуда эта выточка взялась? Если вы, наверное, каждая девушка носит иногда обычные футболки, приталенные, и вы знаете, что если мы наденем обычную приталенную футболку, то на спинке, в районе талии, вот в этой части, всегда заложится горизонтальная складка. Основная, ну, то есть достаточно давно мастера работают с этой складкой следующим образом. Они укорачивают длину спинки, ну, получается, что спинка натягивается вниз, и излишки убирают в боковые швы. Но так как у нас в 90% случаев в художественной гимнастике у нас спинка из сетки, и к ней пришиваются трусы из бифлекса, то нам ничто не мешает эту горизонтальную складку, естественно, образующуюся на приталенном изделии, убирать в шов соединения спинки с трусами. И, соответственно, именно так мы и поступаем. Строим мы эту горизонтальную выточку именно там, где она образуется строго по линии талии. А потом уже при моделировании конкретного изделия мы эту выточку переносим, но уже, то есть, ну, не физически на построение я ее переношу, а уже при сборке спинки мы пользуемся там своей технологией, как мы это убираем эту выточку, переносим эту выточку вот в этот шов. То есть у нас трусики вот здесь вот по этому шву соединены со спинкой купальника. И получается, что у меня в результате уже получается 3D-форма, да, то есть оно принципиально не сильно отличается просто от укорачивания спинки. Чем оно принципиально разное? Да, то есть, во-первых, нам не приходится растягивать боковой шов спинки при сборке бокового шва, да, то есть, потому что если мы укоротили спинку на 4 сантиметра, у нас и боковой шов уменьшился на 4 сантиметра. В результате возникают дополнительные напряжения вот здесь на трусах, да, то есть это можно, ну, можно говорить, что это практически незаметно, но в любом случае, если мы сделали уже 3D-форму, повторяющую форму спины, мы понимаем, что изделие будет вести себя более стабильно и более, ну, то есть, более четко повторять контуры тела гимнастки. Так, значит, это мы поговорили про горизонтальную выточку. Мы ее прячем в шов, ее не видно. Если у нас купальники, которые полностью из бифлекса, ну, допустим, вот у меня есть тут такой пример боди, да, я все-таки предпочитаю делать вот здесь вот, ну, где-то на уровне, вот где обычно пришивается юбка к купальнику, ну, где верхний уровень трусиков, да, я все-таки предпочитаю делать разрез и убирать излишек все-таки в эту горизонтальную выточку. У нас в мастерской, это мой старый дурацкий термин, эта выточка называется островок, ну, как бы, это так сложилось. Вот, это, конечно, не совсем правильно, это просто горизонтальная выточка на купальнике. Так, значит, про горизонтальную выточку мы поговорили. Теперь я бы хотела затронуть очень важный вопрос о крое. Сейчас, ну, есть два принципиальных вида раскроя изделия. Мы знаем, что у нас все купальники собираются на базе из телесной сетки. И насколько эластична телесная сетка, насколько телесная сетка эластична, от этого зависит, насколько удобное будет изделие. Бывают сетки, то есть в давние времена были сетки, которые почти равнозначно, больше, ну, с коэффициентом больше двойки тянулись и поперек долевой, и под долевой. То есть это была самая идеальная сетка. Это когда-то сетка продавалась в магазине Эста. Это сетка с легким блеском. К сожалению, сейчас она уже не имеет тех показателей, которые были, сейчас скажу, в 2011 году. Ну, будет давно уже. Но вот та сетка была идеальна. Она была неубиваемая, очень хорошая. Но, к сожалению, потом ее качество очень сильно начало меняться. И сейчас сетка с легким блеском, она хорошая, качественная. Вот цветные сетки я именно эстовские предпочитаю. Но, к сожалению, телесная сетка сейчас не обладает такими высокими показателями эластичности. Что жаль. Вот. Есть два сейчас принципа. Одни мастера краят по долевой, другие краят поперек долевой. Значит, в нашей мастерской мы краим и спинку, и перед по долевой. Да, есть еще мастера, которые перед краят по долевой, а спинку поперек долевой. Значит, сейчас объясню, почему мы выбираем крой именно по долевой. Дело в чем, если бы у нас гимнастка сильно не гнулась во время упражнения, да, то я бы абсолютно согласилась с людьми, которые предпочитают именно поперечный крой. Почему поперечный крой выбирают? Потому что можно сделать дополнительные убавки по обхватам и добиться практически идеальной посадки легкими способами, да, то есть за счет излишних убавок. Но люди, которые выбирают крой поперек долевой, они забывают о том, что гимнастка во время выполнения упражнений очень сильно гнется. Мы делали замеры. Девочка в позиции мостик, купальник в этой позиции по долевой растягивается на 30% как минимум. На 30%, девочки, это много. И если у вас по долевой купальник плохо тянется, он будет ей жать во время выполнения элементов. Когда я приезжаю на примерки к гимнасткам из сборной, я вот заметила, самое первое движение, которое гимнастка делает, когда надевает новый купальник, они вот так вот прогибаются, да, то есть вот прям вот это вот движение, да, то есть они чувствуют, пытаются определить, да, физически, насколько купальник им мешает вот при этом движении. Есть, ну, то есть есть мастера, которые работают со сборной, которые тоже предпочитают крой поперек долевой. Бога ради, я не говорю, что это неправильно, да, то есть просто я сейчас рассказываю те минусы, которые имеет этот метод. Когда идет крой поперек долевой, приходится делать дополнительные прибавки по дуге купальника для того, чтобы он ей не жал вот в позиции мост, да, на переворотах. Ну, вы прекрасно знаете, как двигаются гимнастки. Я в гимнастике, честно скажу, я еще тот специалист, я гимнастику знаю по фотографиям и по примеркам. Поэтому для меня принципиально важно, чтобы гимнастке было удобно. Кроме того, когда мы говорим о детях, я проводила конкретно исследование, да, как растут дети. У меня за всю мою историю работы сохраняются все данные обо всех гимнастках, да, то есть как они растут. И мы делали такую, скажем так, научную работу. Мы сводили все эти данные по меркам в таблицы, выводили прям по методологии средние, отбрасывая крайние результаты, выводя именно средние мерки. У меня это называется усредненные мерки. Почему не типовые мерки? Потому что гимнасток очень трудно назвать типовыми фигурами, а у них фигуры другие, не такие, как у обычных детей. Вот, поэтому у меня это, мои инструкции, это называется усредненные мерки. Профессионалы из Шитя могут покидать меня в меня тапками, но, скажем так, у нас очень специфическая область, и здесь мы можем как-то и устанавливать свою терминологию, и заниматься тем, что мы считаем нужным для получения лучшего результата. Ну так вот, я могу сказать, что гимнастка, у меня получилась градация вообще приблизительно с шагом 10 см. Там, конечно, чуть-чуть, где-то там, допустим, 135 см, следующая 154 см, в любом случае шаг между ростовками где-то 10 см. И практика показала, что в длину гимнастки растут на 1-2% больше, чем в ширину по обхватам. То есть в любом случае рост в длину происходит чуть больше, чем рост в ширину. Поэтому говорит, что вот я краю поперек долевой, и поэтому мой купальник будет носиться дольше при росте ребенка. Это абсолютно неправильно, потому что в длину ребенок растет чуть-чуть больше. Это, конечно, небольшая разница, это приблизительно 2-3%, но это есть, да, то есть в длину ребенок растет больше. Поэтому, если вы хотите, чтобы купальник носился дольше, кровь все-таки надо выполнять по долевой. Почему люди выбирают, а, ну, то есть я уже говорила, что можно сделать просто дополнительные убавки по обхватам, и купальник будет сидеть идеально. Кроме того, будет создаваться ощущение, что купальник дольше остается как раз, потому что девочка выросла по обхватам, да, и она также легко надевает этот купальник, как и надевала там 2 года назад, да, потому что основное растяжение у нас идет поперек долевой. Но двигаться, делать мост, ей с каждым годом будет тяжелее и тяжелее и тяжелее в этом купальнике, потому что он будет значительно хуже растягиваться при выполнении упражнения. Причем сейчас я вот рассказала о позиции мост. Когда я вообще, ну, стала задумываться, да, то есть, ну, скажем так, крой по долевой, я взяла на том же форум миграция, там девочки, давние мастера рекомендовали делать раскрой именно по долевой, да, то есть в те времена, в 2011 году, когда я там шила свои первые работы уже на продажу, да, на Граце ЕС 2009 года, и спасибо этому прекрасному ресурсу и людям, которые его создали за такой огромный багаж знаний. Там даже, в принципе, не обсуждался крой поперек долевой, да, то есть все давние мастера делали крой по долевой. Когда я вообще начала задумываться, да, потому что, ну, видела работу других мастеров, там кто-то кроит спиночку поперек, думаю, ну, наверное, это обоснованно, да, потому что мы спинку можем заузить сильнее, и тогда будет вроде бы и прилегание хорошее, и надевать купальник будет легко. Но я столкнулась с чем? Когда мы шили Дине Авериной купальник-витраж, это прошлый сезон, помните, да, такой синенький витражный купальничек, вот, он забит камнями, причем пришивными, вот прям, включая промежность, вот прям там пришивных, просто вагон и маленькая тележка. А что такое пришивные, забившие весь купальник? Это значит, что купальник не тянется. Кроме того, конструкция купальника не позволяла там сделать каплю, я поставила там молнию, и молнию я поставила от шеи до начала трусов. Вообще с Диной и Ариной у нас с посадкой уже все достаточно отлажено, и я столкнулась на этом купальнике с тем, что когда девочка наклоняется, трусы убегают. Долго пыталась там выпустить трусы, еще там что-то сделать, это не помогало. А не помогало почему? Потому что спинка потеряла эластичность. У нас что получается? Девочка наклоняется, купальник, то есть я тоже провела замеры, при наклоне вниз тоже купальник, спинка растягивается на 30%. Девочка наклонилась, эластичности ткани не хватило, трусы убежали. Да, кстати, самые такие сложные случаи с убеганием трусов. Наша конструкция достаточно хорошая, и она позволяет добиваться очень хорошей посадки трусов. Многие отмечают, что проблемы с посадкой на нашем построении именно трусиков бывают крайне редко. Они все-таки случаются. Все дети... Василиса, выключи, пожалуйста. Выключи, и здесь не звучать. Простите, пожалуйста. Так, значит, у нас конструкция очень удобная и позволяет сажать трусики без особых проблем. Но иногда эти проблемы случаются. Случаются, то есть вот конкретно этот год я посвятила тому, чтобы разобраться, что происходит, когда трусы убегают со своей позиции. Нет, это даже не в попу убегает, это не совсем между ягодиц. То есть такого у нас уже давно не случалось. Знаете как? Ну вот трусики мы надели на девочку. Вот у нас есть хорошая позиция. Она делает упражнение, и к середине упражнения у нас трусы фиксируются вот где-то вот в такой позиции. То есть вот здесь вот торчит часть ягодицы, и они лежат вот здесь. Так как все девочки у нас стараются, чтобы попа была как можно меньше, и вот эта вот торчащая часть ягодицы, она как бы раздражает. Непонятно почему. Вроде бы и трусы большие. Чего бы им здесь не сидеть? Оказалось, все очень просто. Дело в чем? Наверное, вот здесь же и покажу. То есть вот у нас есть такой маленький манекенчик. Вот здесь вот нога у нас крепится. Вот здесь вот в этой части у нас есть такая косточка, седалищный бугор называется. Если у нас немножко не хватает вот здесь расстояния, то при позиции планше и при вращении ноги в планше, я, кстати, задумывалась, почему раньше я с таким не сталкивалась. Дело в том, что я в основном, чем моложе мастер, не в плане возраста, а в плане профессиональной деятельности, тем младше его клиентки. И маленькие девочки, они просто не умеют делать этот элемент. То есть это вот мах в планше. Я не знаю, как это называется. Тренеры не кидайте в меня тапки. Я к гимнастике имею очень посредственное отношение. Я не знаю, как элементы называются. Во время маха, во время именно максимальной подвижности этой суставы у нас вот этот вот шов может соскочить с этого бугра. И именно это заставит трусы остаться вот в этом положении. И они обратно не вернутся. Поэтому мы сейчас будем вводить, собственно, в конструкцию изменения, увеличивая, увеличивая ватт здесь, вот именно вот в этом месте, ширину шагового шва. Да, то есть буквально там где-то на 7 мм. И что мы еще будем вносить? Сейчас у меня самая узкая точка на трусах находится на 4 см вверх от шагового шва. Мы ее переносим на 6-7 см. То есть у нас вот здесь получается более закрытая форма трусов. И это позволит при максимальных экстремальных движениях ноги в махах оставаться трусам на том же месте. Еще, что помогает при убегании трусов со своей позиции, если уж вообще ничего не помогает, делайте хитрость. Убирайте вот здесь вот боковой шов. Вот так. Это заставляет натянуться вот здесь ткань, и трусы будут работать более стабильно. Но к этому я прибегаю вот настолько редко. То есть все-таки нужно работать с конструкцией. То есть эта убавка, на мой взгляд, все-таки не очень правильная. Но в любом случае она работает. Так. Значит, теперь о посадке юбки. Изначально, когда я начинала шить купальники, ну, вы помните, тогда было такое строгое время, так что шаг вправо, шаг влево – это попытка к бегству, расстрел на месте. То есть все купальники со стойками, все купальники с рукавами, юбки только такие, пришиты только прямо. Ну, как бы у нас тренеры, конечно, держали вот прямо в ежовых рукавицах, и никаких свобод действий не было. Ну, собственно, так как у меня ручки и мозг очумелы слегка, мне не очень нравилось. Мне и до сих пор не нравится, когда я вижу, что юбка, ну, у меня таких изделий нет, когда юбка пришита вот по прямой. Дело в чем? Это особенность человеческого восприятия. Прямые линии читаются с любого расстояния. У нас, наш мозг, он сразу ищет горизонтали и вертикали, да, то есть, ну, просто мы выросли в горизонтально-вертикальном мире, да, и поэтому наш мозг заточен на восприятие горизонтали и вертикали. Поэтому я стараюсь, никакие технологические линии, ну, то есть, если есть возможность технологическую линию спрятать в дизайн, я ее прячу. И, собственно, самое первое, что я сделала с юбками, с классическим пришиванием юбки, я начала претать ее линии именно в дизайн. То есть, ну, вот, грубо говоря, это классическая старая высокая посадка юбки, причем, ну, там были разные, ну, у разных мастеров были разные мысли, да, кто-то пришивал там на два пальца ниже попка, кто-то там по верху, там, косточек, кто-то по талии, да. Ну, в любом случае, это было где-то на уровне верхней части трусов. Для того, чтобы обеспечивать такую посадку, задняя часть юбки, она чуть-чуть клешилась. А там же еще задача была такая, вот, когда у нас были такие цельные юбки, была задача, чтобы было меньше фалт, чтобы юбка вроде бы вот все прям ровненько так облегает, да, фалт нету, но все как бы вот лежит идеально, да. И получалось, что для обеспечения такой посадки юбка спереди, она кроится практически, повторяя форму купальника, а юбка сзади кроилась небольшим клешением. И, собственно, это построение уже, даже когда я его уже взяла на Грац, я его уже немножко меняла, да, потому что, ну, вносила свои там какие-то корректировки. И долго им пользовалась, но, к сожалению, мне эта конструкция не давала покоя, потому что на удаленном пошиве она не давала стопроцентного результата. Там получается, что я через некоторое время поняла, почему она не дает стопроцентного результата. Дело в чем, при абсолютно одинаковых обхватах девочки могут быть абсолютно разные, да, то есть одинаковый обхват талии, одинаковый обхват бедер. Одна будет с широкими бедрами, но плоскими ягодицами, а другая будет с узким тазом, но накачанными ягодицами. И на этих двух девочках такая юбка клешенная будет сидеть абсолютно по-разному. Вот. А так как без каких-то специальных приспособлений, какие-то линейки можно брать, типа штангенциркулий, то есть мы не можем снять эти измерения легко. Получается, что либо нужно, глядя на фотографию, как-то экстраполировать и выбирать там свою посадку. Ну, короче, посадка этой юбки точная, без примерки, для меня была, ну, чем-то запредельным, да. Поэтому я на удаленный пошив всегда такие юбки делала чуть свободней, из принципа, что убрать всегда проще, чем прибавить. Ну, естественно, меня как, ну, я немножко так перфекционист, да, меня эта ситуация не устраивала. Кроме того, в такой высокой посадке юбки есть еще один недостаток. Ну, вы, наверное, видели, что когда девочка переворачивается и вот это вот, весь вот этот вот колокол вот сюда вот отворачивается, ну, никакой красоты вот в этом нет, да. Ну, соответственно, для больших девочек многие мастера что делали? Они делали штрипочки вот здесь, да. То есть это такие ниточки оплетенные, которые соединяли трусы с юбкой. И не давали юбке отворачиваться. Но тогда возникает вопрос, а зачем нам вот здесь вот двойная ткань, трусы и юбка, если нам все равно не надо, чтобы юбка поднималась выше вот этого уровня. И я тогда сделала для себя такой вывод. Ну, вообще, да, то, о чем не сказала сразу, для того, чтобы юбка у нас сидела на купальнике хорошо, она должна быть на 10% шире самого купальника. Почему? Купальник натянут на теле, девочки, можно не бубнить? Купальник натянут на фигуре, юбка должна лежать свободно, потому что если она так же натянется, то она вверх-то поднимется, только обратно не опустится, она вот так вот у вас зависнет, да, то есть в лучшем случае. Вот, для того, чтобы этого избежать, юбки мы делаем чуть-чуть свободней. И практика показала, что эта свобода должна быть приблизительно 10, ну, может быть, 12% от обхвата, куда мы пришиваем юбку. И вот, соответственно, когда я начала работать над конструкцией юбки, то, что меня не устраивало, что без примерки посадка плохая, я поняла, в чём основная причина. Дело в том, что, я как говорила, на разных типах фигур при одинаковых обхватах у нас вот эта часть трусов растягивается по-разному. Получается, что у девочки, у которой больше ягодицы, вот здесь вот натянулось, видите, что происходит? Вот уже залегла вот эта вот складка горизонтальная. Ну, понятно, что это масштабная модель, и здесь мне трудно показать прям, что происходит. Вот, видите, вот здесь натягивается, и всё, горизонтальная складка пошла. Получается, что убрав, пришив юбку вот к тому месту, где уже трусы растянулись, я для себя убираю вот эту вот возможность образования вот здесь складки. И таким образом я пришла к низкой посадке юбки. Это не значит, что она пришивается прям вся вот на вот этот вот низкий уровень. Я не знаю, будет ли вам видно. Вот здесь вот купальник в процессе изготовления. Видите, вот здесь вот нитка промётана. Это буквально на пару сантиметров выше середины, ну, вот место, на котором мы снимаем обхват бёдер. Почему мы не можем на это место пришить? Потому что, извините, здесь уже раздвоение ягодиц. Если мы сюда пришьём, то у нас вот здесь вот юбку будет подтягивать. Она два сантиметра выше, юбка ложится более-менее ровно. И зафиксировав юбку сзади на этом уровне, я получаю то, что у меня на разные фигуры вот это место растянулось на то расстояние, на которое нужно. Насколько здесь растянулось, меня уже не волнует, потому что это касается уже только трусов, а не юбки. Вот, и юбка пришита уже там, где она лежит строго, свободно, вертикально. То есть это у нас сразу избавляет нас от возникновения фалд на вот этом вот месте. Потому что там ещё на высокой посадке что получалось? Когда у девочки ягодицы выступающие, получалось, что вот здесь юбочка лежит ровненько, а вот здесь вот идёт такая фалда. Да, то есть, ну, вы понимаете, да, вот, чтобы показать. Вот юбка легла в атак, да, и здесь у нас получается вот это клешение, которое закладывается фалдами. Для того, чтобы убрать эти фалды, приходилось убирать где-то выточку, да, то есть прятать её в аппликацию, там, в разрезы юбки, там, или юбку резать до этого уровня. Вот, и, ну, мне это, естественно, не совсем нравилось, потому что дополнительные операции, которые ты делаешь, исключительно на примерке. А когда мы пришли к тому, что мы юбку сзади фиксируем вот на уровне вот этой линии, она ложится сразу вертикально вниз, и никаких проблем с посадкой юбки не получается вообще в принципе. Я сейчас покажу, вот здесь у меня стоит, собственно, купальник. Ой, сейчас, девчата, простите, пожалуйста, сейчас поверну вот это удовольствие. Ну, думаю, видно, да? Вы видите, да, то есть здесь, как и на других изделиях моих, да, не видно, где пришита юбка, да, то есть если бы я пользовалась высокой посадкой юбки, я бы пришила её, спрятала бы пришив юбки вот сюда. Но так как у меня здесь высокая аппликационность, посмотрите, куда у меня пришита юбка, видите, где она фиксирована? То есть вот эта вот вся зона, это одинарная зона трусов. То есть я вот здесь всю эту аппликацию сверху пришила сразу на трусы. То есть у меня здесь нету дублирования юбки вот этого огромного колокола, который будет подниматься и который нужно будет здесь фиксировать штрипками, чтобы он так обратно не отворачивался. То есть вот когда так юбка поднимается, вообще создаётся впечатление большой попы. Нам же это не нужно, да, то есть у нас что угодно, большая только не попа. Вот, и получается, что юбочка аккуратно поднимается на нормальную высоту, да, то есть вот здесь нету дублирования ткани, экономии ткани, опять же, да, приятно. Не намок, конечно. Вот, но единственное что, прошу не путать, да, наверное, я в своём курсе не очень это грамотно объяснила, просто когда я записывала там высокую посадку, я была, ну вот, я только разработала этот метод, да, и он ещё не был вербализован хорошо, да, то есть я понимала, почему это так нужно сделать, но не смогла это грамотно рассказать, и поэтому девчонки там путаются, и на своих работах я вижу вот здесь вот ровную линию пришивания юбки. Не надо так делать, да, прячем, не ленитесь, прячьте линию пришивания юбки в линии аппликации, да, то есть я продолжаю сохранять у себя в построении высокую посадку юбки для каких целей? Ну, бывают купальники, знаете, вот как сейчас модно, когда спереди юбочки нет, и она вот-вот прям ровненькая, такая красивенькая, да, из фатина там делается, ну, вот что-то интересное. Вот, тут пишут, что малышкам с животиком низкая посадка юбки не годится. Не согласна, абсолютно. Делаю низкую посадку, и прекрасно она на них садится, и красиво получается. Так, на вопросы чуть позже буду рассказывать. Мы сейчас про крой поговорим, ладно, про посадку и про крой поговорим, а потом я чуть-чуть поотвечаю на вопросы и перейдем уже к следующим базам, там, по росписи, там, если успеем, конечно. Наверное, не успеем. Наверное, сегодня мы поговорим только о крое и посадке, хорошо? Потому что осталось у нас 15, ну, чуть больше 15 минут. Вот. Так, значит, как вообще мы сажаем юбку, да? То есть, вы знаете, я здесь даже-даже-даже подготовила маленький пример. Маленький пример вот на этом купальнике. Единственное, что у меня этот купальник предполагается, конечно, вообще не с такой юбкой. У меня просто есть какая-то заготовочка от другого купальника, да? То есть, это мне просто поможет показать вам принцип. Да, смотрите. Юбка выкроена с запасом вверх. Обычно я предпочитаю, чтобы она краилась с большим запасом вверх, да? Ну, сантиметров 5, допустим. Вот есть крест, да, вертикаль, средняя линия, и есть вот эта линия низкой посадки юбки. Нужно ее вообще переименовать. Это линия не посадки юбки, это линия позиционирования юбки, да? То есть, мы по ней не пришиваем, да? То есть, я по ней совмещаю. Ну, нужно помнить, да, что сам купальник должен быть растянут на 10%, либо я для этих целей пользуюсь манекеном, да? У меня, слава богу, уже линейка всех манекенов, ну, вот, на каждую ростовку, да? И это достаточно удобно. Но манекен абсолютно необязателен для хорошей посадки юбки. И зачастую девочки пришивают юбки, когда купальник еще не собран, да? Мы просто на мягкой доске растягиваем купальник на 10%, это просто замерили сначала, да, растянули, замерили, убедились, что 10% есть. Вот, значит, приложили, совместили крест, вот этот вот центральный, прикололи, и дальше вот здесь вот этот вот верх мы прячем в линии аппликации, да? То есть, вот если бы это было конкретно для этого купальника, да, то я бы краила юбку с большим запасом вверх и прятала бы ее вот, ну, вот в эту линию, например, да? Вот, здесь бы продолжала вот эту аппликацию. Ну, вот, ну и та же самая история сзади, да? То есть проблем с посадкой юбки нет вообще никаких. То есть она идеально садится. Значит, единственное, что, если у меня есть возможность, я все равно стараюсь делать посадку юбки на примерке. Почему? Про горизонтальную складку на талии и спинке мы уже поговорили. Это уже смотрите потом в записи. Так, значит, сейчас. Почему я стараюсь на примерке сажать юбку, да? Смотрите, у юбочки, да, вот такой вот фигурный красивый край, да? То есть есть ощущение основной массы юбки. И вот на разных видах юбки, да, может хотеться ее поднять чуть выше или опустить чуть ниже. Опять же, никакие мерки нам не дают сзади вот четкую форму ягодиц, да? То есть у одной девочки можно, допустим, сзади, то есть по бокам чуть-чуть приоткрыть, а другой девочке, наоборот, это место нужно закрывать, да? То есть никакие мерки нам это не опишут, да? Поэтому если есть возможность посадить юбку на примерке, не пренебрегайте этим. Ну, в любом случае, видеть глаза клиента, да, видеть, нравится ему, то есть разговаривать. Ну, это же часть работы, да, то есть мы должны... Ну, это помогает, честно, не пренебрегайте примерками, если есть такая возможность. Так, значит, 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 про трусы. Про трусы был вопрос, про кулиску и вшивание трусов. Дело в чем? Ну, вот смотрите, есть разные виды спорта. Синхронное плавание, фигурное катание, художественная гимнастика. В синхронном плавании и фигурном катании уже, ну, как бы принято вшивать резинку сразу, там, либо на тройной зигзаг, либо распошивальной машиной. Ну, то есть это... Разница в технологиях не принципиальна, можно как угодно делать. Вот. И для этих видов спорта мы тоже делаем так. Но для гимнастики я всегда... Ну, то есть если клиент это специально не отговаривает, я всегда делаю кулиску. Причем наша кулиска с изнанки выглядит, ну, скажем так, не настолько идеально и красиво, чтобы можно было хвастаться. Вы посмотрите, как у меня красиво вшита кулиска. Почему? Потому что мы оставляем там припуск еще 5 мм. И для чего мы это делаем? Ну, вообще все утилитарно просто. Ну, вот я сейчас покажу. Тут у меня лежит купальничек. Вот. Видите? Кулиска достаточно широкая, и еще оставлен припуск 5 мм. Это значит о чем? То есть для чего я это делаю, да? Вот девочка относила вот этот купальничек, да? К концу сезона мама звонит и говорит, ой, вы знаете, она у меня выросла, и вот у нас попа чуть-чуть вываливается из купальника. Вот они мне приезжают, и за 15 минут мы распускаем вот этот вот шов, и выпускаем здесь, ну, до полутора сантиметров, да? То есть это позволяет сделать быстрый и качественный ремонт без перешивания трусов. Обычно я за это даже денег не беру. Если здесь запаса нет, ну, во-первых, те, кто вшивают на тройной зигзаг, они все знают, как этот тройной зигзаг мило пороть, распарывать, еще-то удовольствие, да, поэтому перешив трусов в любом случае на вшитой резинке, он значительно сложнее, чем на кулиске. Кроме того, мы, к сожалению, даже закупая резинку у одного и того же производителя, мы никогда не можем быть уверенным, что качество этой резинки будет одинаково. Иногда, ну, вот у меня в практике было такое, что покупали-покупали резинку, все, резинка была там где-то, ну, 25-30 сантиметров на окат трусов мы ставили, потом вдруг у меня все дети начали жаловаться, у резинка давит, резинка давит, померили, у нее другая эластичность, и нужно ставить чуть ли не в полтора раза больше. Вот, ближе к кулиску, вот, вот, все знали, да. Вот, значит, ну, в любом случае ремонт, а, ну, так вот, и резинка бывает, во-первых, разного качества, да, то есть и мы понимаем, да, что если мы не отследим вдруг изменение качества резинки и вошьем ее, то перешивать ее долго и трудно. А еще бывает такое, вот мы резиночку вставили, а, допустим, производитель закупил там другой материал для производства этой резинки, и она в процессе эксплуатации у нас быстрее начала растягиваться, да, лопаются там резиночки, и она растянулась, да, и нужно подтянуть. Вот, вот такую кулиску, вот тренер перед соревнованиями, вот здесь вот у нас есть маленькая-маленькая дырочка, вот он туда залезет, вынет эту резинку, завяжет узел, и ребенок нормально выступит на нормальной резинке, да, то есть затянуть резинку значительно проще. А так как у нас, ну, дети во время упражнения в основном кверх ногами находятся, но я считаю, что все-таки нужно. Так, теперь давайте по поводу кроя и посадки я поотвечаю на вопросы. Да, еще был вопрос про латексную резинку. Девчата, у меня с латексной резинкой был неприятный инцидент не на купальниках для художественной гимнастики, я себе купальники покупала, и буквально там через пару там купаний у меня эта резинка полопалась вся, и с тех пор я их боюсь, да, то есть девочки на грации там рассказывают о хороших латексных резинках, я с удовольствием к их советам прислушаюсь и, может быть, поиспользую, но я, честно, вот у меня через там купальники там 2012 года производства приходят ко мне на перепродажу, и они в состоянии вот как после изготовления, знаете, то есть мне приятно, что мои изделия долговечные, они хорошо носятся и долго сохраняют вид. И, соответственно, я просто боюсь, что я сейчас латекс поставлю, он полопается, и, ну, как бы это же моя репутация, поэтому я стараюсь делать, использовать именно проверенные материалы. Теперь, Мил, зачитай мне, пожалуйста, вопросы. Какие у нас? Так, резинку в трусы вшиваем, ну, вот в кулиску, и кулиска вот здесь прострачивается обычным зигзагом. Вот здесь вот можно увидеть более чётко, да, вот видите, да, то есть здесь, ну, здесь, почему здесь другой цвет, да, потому что мы смотрим, чтобы по лицу был правильный цвет. Вот, видите? Не могу сказать, что это прям очень элегантное решение, но оно очень ремонтопригодное. Так, какие ещё вопросы? Про растворы выточки делают. Так, про растворы выточки давайте, это всё-таки конкретика, это уже на курс. Так, ну, если у вас нет оверлока, мы сразу понимаем, что это изделие не на продаже ни в коей мере, это для своей дочки. Можно использовать трикотажный шов на швейной машине, обычно это скошенный зигзаг. Обязательно сделайте сначала пробники шва, и попробуйте на экстремальное растяжение, да, то есть я вот недавно делала какой-то видеоурок, который ещё не обработан, не выложен, у нас сейчас уже набралось много новых видеоуроков, которые требуют выкладывания в сеть. Через некоторое время мы это сделаем. Объём большой, мы там делаем новый купальник, ну, там интересно будет. Вот, значит-значит-значит. А у вас ягодицы низкие, как их спать, так, чтобы они не вылезали спестросик? Бывает такая низкая форма ягодиц, что это такое? Так, да, бывает форма ягодиц, которую вы никаким образом не спрячете в трусы. Дело в чём, это вообще, в принципе, особенность человеческой фигуры, бывают ягодицы подобранные, а бывают вот прямо на 5 сантиметров ниже промежности. Вы ничего с этим не сделаете, и вот это вы никак в трусы не уберёте. Такие ягодицы встречаются, встречаются с определённой периодичностью, просто обязательно делайте юбочку сзади на такие трусики. Там в любом случае у вас резинка будет разбивать ягодицы пополам. Если юбка цельная по кругу, вы только кусочки спереди и сзади, насколько низкая она идёт по бокам? По бокам? Нет, по бокам мы её поднимаем. Девчата, вот сейчас покажу на этом, смотрите. Я же говорю, что не совсем правильно я эту линию назвала. Вот она, линия позиционирования юбки. Это же не значит, что я её здесь пришивать буду. Вот она, вот она у меня здесь сверху пришита по аппликации. Причём сейчас, помните, долгое время, бока вот так заканчивались, да? Сейчас для удлинения ноги мы очень часто делаем именно аркообразные вот здесь вот композиционные решения на боках купальника. Ну и юбку пришиваем вот сюда. Прекрасный купальник, прекрасно работает на фигуру гимнастки. Так, что дальше? Широкая резинка по талии. Так, широкая резинка по талии. Значит, девочки, есть несколько показаний для резинки по талии. Первое. Купальник посажен плохо и идёт, вот здесь вот болтается. Вот чтобы вот эту вот болталость убрать, ставят резинку для того, чтобы здесь ничего не болталось. Второе. Значит, есть ли купальник девочки большой? Да, то есть, ну вот он натянут туда вниз. Вот чтобы его поставить на своё место, ставится резинка на талии. Третье показание. Если бывают такие типы фигур, это либо вот совсем малышки, которые, знаете, ещё такой младенческий стиль, не стиль, форма тела, да, то есть когда они такие пряменькие, ещё пузик торчит. Вот, либо девочки, которые, это где-то рост 145-155, когда они ещё не превратились в женщин, то есть ещё сложение по женскому типу не пошло, когда они вот такие пряменькие, у них боковые мышцы сильно закачаны, и талии как класса не существует. Такое редко, но бывает. И вот что маленьким девочкам, что вот таким девочкам широкая резинка на талии помогает визуально собрать талию. То есть это действительно помогает, и должна сказать, что вот этот промежуток, когда они такие пряменькие, он быстро проходит, слава богу. То есть когда начинается формирование по женскому типу, и бёдрышки появляются, и талия появляется, гимнастки, они вообще у нас девочки очень красивые. Так, значит, ну и есть четвёртое показание к установке резинки на талии. Так хочет тренер. Ругаться с тренером очень вредно для нервной системы мастера. Поэтому если тренер хочет резинку, поставьте резинку, не испортите с тренером. Тренеру будет приятно. Так, ещё раз. Так, кулиска на купальник мы пришиваем обычным аппликационным зигзагом. Так, у нас осталась совсем, по-моему, одна минуточка. Девочки, на чьи вопросы я не ответила, я сделаю сейчас пост по итогам эфира, и там письменно отвечу на вопросы. Значит, кому интересно, кому понравился наш сегодняшний эфир, мы встречаемся в следующую среду в это же время, и говорим дальше по технологиям. То есть, на самом деле, я успела одну пятую от того, что хотела рассказать, но я думаю, что новые видеоуроки выложим, как только они будут готовы. Там огромный объём, девчата, и у нас задач просто нереально сейчас много. Я сейчас основные силы свои бросаю на запись курса по эскизированию, по дизайну купальников. Задача сложная, и очень хочу его выпустить, потому что мне уже стыдно перед всеми, давно обещаю. Спасибо всем большое. До свидания. 27 секунд осталось. Было приятно всех вас видеть. Если ещё остались по вот этой озвученной теме какие-то вопросы, я сейчас создам пост по прямому эфиру, и там на них постараюсь ответить. Только по тому, что мы сейчас разобрали. Хорошо? Спасибо большое. До свидания.